— Когда эмоции зашкаливают, правильно? — Ну, зашкаливают эмоции. Вот сейчас я комментировал «Тоттенхэм» и «Аякс». — Помнишь, когда они отыграли эти три мяча? — Да-да. — Но он не хочет сорать матом. — Я бы сказал «хеба». — Да нет. — А что за тема с чаем-то? — Вообще? — Да. — Вообще тема с чаем, она очень интересная. — Ты это не пьешь? — Я побаиваюсь. — Не бойся, пей спокойно. До конца пей. — Китайцы же не дураки. Они сделали очень правильное открытие давно. И чай возвели в культ. Причем это философия, скорее. Сначала она использовалась для лечения, но потом... — Лечение чего? — Всех болезней, всех недугов. Просто сама история пошла из древних времен, когда один умелец взял и вылечил императора. И ему... Какими-то травами. Никто не знал какие-то травы. И ему император подарил красный халат свой. То есть это было в высшей степени признания. И с тех пор чай знаменитый Дахун Пао называется «Большой красный халат». Потом пошла история как раз именно чай как культуру, философию. И один дяденька, который он сидит справа, написал трактат. — Не я, не я. — Я понял. — Наскользнул взглядом. — Да, я понял. — Ты же можешь написать. — Я же могу быть дяденька. — С трактатом каким-нибудь сильным. Поэтому вот мы прикоснулись к этой истории, к этой философии. И очень интересно. Но для футболистов, я скажу, она играет тоже большую роль. Для меня, по крайней мере. Потому что она дает... — Он меня даже футболистом не считает. Ты понял? Для меня, по крайней мере. — Ты только в начале пути. — Я только начинаю, понял? Я только учусь. — Она дает энергию. И отличается очень сильно от кофе. — Раньше-то все время ходили с кофе. — Кофе, батончик. Вы выходили на поле. — Раньше вообще не было кофе, я думаю. — Нет, подожди. — Ни кофе, ни чая не было. — Я вас видел. Вы выходили, у вас там программки. Вы что-то идете в поле. Раньше была эта традиция. Да, я вот помню. Это начало 2000-х, даже конец 2000-х. Все выходили со стаканчиком кофе с шоколадкой. И это считалось правильным. Все думали... — Ну, типа как ритуал уже был. — Да, ритуал. И ты не задумывался, почему ты с ним выходишь. Вкусно тебе, невкусно. — Для чего-то это было. — В каждой раздевалке стояли гараж шоколадок и термос с кофем. А потом ученые выяснили, что, оказывается, кофе очень... Шоколад очень негативно влияет на мышцы, на взрывные истории. То есть, и ты попросту не можешь проявить свои лучшие качества после этого. То есть, мышцы садятся, если футбольным языком говорить, то кофе, к сожалению, не исключен. — Налей чай. Чай налей. — Что ты игнорируешь-то, Дима, да? — Да. — В который раз-то? — Я не понимаю. — А ты расскажи, вот мы часто показываем, знаешь, там приезд команд, и условно Барселону берем. Вот они идут на Лигу чемпионов. Идет Суарес, идет Месси, они держат это мате. — Да. — Это тоже их составляет, и что это такое-то? — Ну, это вот лучше вот нашему чайному другу задать вопрос. Ну, я думаю, что да, я задавал этот вопрос, но он знает. — Это тоже энергетический напиток, но это больше не чай, а больше трава. Но она распространена как раз в латинских странах. В странах Латинской Америки. — У нас, кстати, мирунчики пробовали этот, им привозили чай. — Какой? — Но не такой, да, наверное? Они же, помнишь, рассказывали тогда, что… — Ну, мне не за что, например. — Тоже, когда с термосом они тоже перед играми… — Как будто полынь пьешь. — Ну, все равно они, говорят, тут какой-то такой… чувствуешь энергию, прям такой нереально. Они перед играми тоже пытались, заваривали там все. — А что, Юрий Павлович разрешит такие вещи? — А это чисто индивидуальный момент. — То есть я не травматик? — Ну, нет. — Юрий Павлович открыт к новым миновациям. — А сам он на чайке или на кофе? — Он, кстати, ценитель красного вина. Прямо ценитель. И я лично сам ему привозил очень интересные сорта из Италии. И ему понравилось. — Ну, а как ты выбирал? Там же миллион во Франции. — Да-да-да, просто мы как-то собирались у него дома. Какую-то передачу записывали, не помню. И я привез в подарок из своей коллекции. Потому что тоже собираю вино. Была у меня коллекция. Ну, я решил сделать подгончик, как говорится. — Это по-другому называется. Я тебе потом скажу камеру. — Да ладно, скажи. — А ты же не подгонял, естественно. — Да я не в команде уже был. — А, тогда можно. Я сейчас тоже им могу сделать. И, в общем, они открыли сразу же, попробовали. И говорят, о, какая вкусная история. — Они? Юрий Павлович, они? — Нет, Юрий Павлович и все остальные. Тех, кого нельзя называть. — Которые играют ещё, да? И попросил, говорит, а можно ящичек? Я говорю, ну, конечно, можно. И потом заказал в Италии, и привезли ящичек. Поэтому Юрий Павлович – свинитель красного лена. Причём таких действительно серьёзных сортов и качественных. — А он сильно поменялся за ним? В принципе, нет. Потому что я сразу отвечаю на этот вопрос. Когда он появился в этом вязаном свитере, мы поняли, что, конечно, Павлович никуда не делся. — Ну, это традиционные какие-то он. Ну, я не могу сказать, что сильно поменялся. Но думаю, что вот Дима не даст соврать, наверное, раньше он был более жёстче. Раньше. Прям так. Я застал ещё тот период, но... — А в чём проявлялся? — Ну, в раздевалке там смотреть. — Конечно, там были... — Ну, расскажите, интересно же. — Ну, даже просто банальный случай один был, когда у нас по раздевалке летали сумки. Когда мы проигрывали после первого тайма 0-2. — А механически это как? Вы заходите, сели в раздевалку, развалились, ждёте там, ну, что-то перевязываете. Заходит Павлович. — Да, заходит Павлович. У нас в центре раздевалки всегда стол стоял. Соответственно, по кругу кресло... — С термосом, шоколадками, со всеми делами. — Нет, в центре не стоял, нет. Но там была другая история. И, естественно, Юрий Павлович в эмоциях заходит и начинает искать глазами, что как, и сразу эмоции включать. Естественно, были первые попавшиеся сумки, которые... Слева у него неплохой удар. И сразу летели. Летели так, что народ укрывался. — Со словами или без слов? — Да естественно, со словами, но все слова... — Ну ладно, 18+. — Но всё равно. — Но смысл понятен, наверное. — Там был смысл понятен сразу же, и это работало. Это настолько было таким мотивационным эффектом, что мы выходили и просто переворачивали. — Потому что мы говорим, ну нельзя в таком возрасте, ты приходишь... — А что возрасте? — У тебя уже тут XG, у тебя здесь какие-то то-сё. — Я объясню. — Он очень продвинутый. И когда ты с ним разговариваешь, ты понимаешь, что человеку не столько лет вообще. То есть ему столько лет, но он с тобой разговаривает осознанно, образованно, на все темы, на машины может поговорить, на всё. Что новый выходит, он всё понимает. Инстаграм завёл себе. — Сам ведёт? — Ну вроде не сам, но помогает, понятно, но всё равно сам факт. Поэтому он очень продвинутый, я думаю, пока у него вот этот светлый разум и всё он в сознании делает, а по-другому быть не может, раз есть результат, он будет ещё тренировать очень долго, дай бог ему здоровья. — Слушай, а мы сейчас видели, знаешь, как он Мурила представил команде, но это же горбыль настоящий. — Видели? — Я не видел. — Вы что? — Я просто два месяца уже не слежу за Лукомотивом. — Знаете, расскажи. Сборы, идёт тренировка, всё, команда выстроилась, и Паш говорит, эй, Мурила, иди сюда. — На этом нормально. — Всё, и на этом всё. — Не, но у него столько опыта, и я считаю, что, мне кажется, сейчас действующий тренер не имеет такого опыта. Но иногда просто разговариваешь с ним и хочешь что-то сказать, а уже как бы идёт такая фраза, там мальчик… — Да. — Мальчика называют, да? — Ну, нет, я утрирую, конечно же. Когда ты хочешь что-то сказать, он уже всё это наперёд знает. — Конечно, конечно. У меня были с ним тоже индивидуальные беседы. — Слушай, а где они проходят? У него кабинет. — Индивидуальные беседы? — То есть я приходил и спрашивал там, например, почему я не играю сейчас там. Можете мне объяснить просто? И вот мы сидим там, разговор на две минуты просто. — Ха! — Потому что ты слабее, чем кто-то. Иди тренируйся. — Всё, иди, что ты скажешь? — Отклянусь, так было. — Вот несколько раз так было. — Ну, это ж убивает? — Это не убивает, это мотивирует. Я говорю, хорошо, я сейчас буду, посмотрим. Идёшь, доказываешь ему самому себе, ему доказывать. — Ты чё, как ты так сказал? Иди тренируйся. Я что, не тренируюсь? Ну, такого формата. — Ну, а бывало такое, что он говорит, да, я не прав. Всё, сори. — Нет. — У меня тоже не было. — Такого не было. — А у нас вообще мало было. Вот в моём составе, да, где все были ветераны, взрослые, вообще практически не было личных бесед, потому что они не требовались. Потому что настолько всё было понятно, настолько была выстроена чётко вертикаль, то есть тренер, ветераны, молодые иностранцы, что до Палыч вообще не доходили проблемы. То есть проблемы решались именно внутри коллектива, команды. — То есть он больше менеджер, наверное, даже, чем тренер? — Нет, он тренер в любом случае. Но сейчас, конечно, сейчас уже немножко другое время, и он смотрит со стороны. Раньше он в процессе участвовал. Ему очень нравилось, например, когда на тренировках рубились все, искры летели. — Ты помнишь историю на базе, когда Шарлес был у нас, бразилиец? — Да. — Я сейчас помню, это вообще, наверное, кадр был. Мы тренировались тоже, что-то игра. Шарлес помнишь? — Конечно. Ну, мы с ним раз, мы друг другу с ним недолюбили, у нас слабые. Но это молодой был, и горячий тоже. Раз, спадка, второй. И мы с ним деремся, конечно. Подрались, нас разнимают, все. И Палыч орет, типа, вы что здесь, блядь, драться нельзя. Все, беги один в одну сторону, другой в другую. И мы бежим вот так по кругу в баковке. И мы там встречаемся, и опять начинаем драться. Он смотрит, говорит, загнул, и говорит, все, выгодно у нас в тренировки, короче. — Штраф дает за такие вещи? — Да нет, да. Мне кажется, он все равно от этого… Он понимает, что он не безразличный, он не любит безразличных людей. А когда на тренировке есть такие моменты, когда люди не хотят проигрывать, не уступают вплоть до драк, я думаю, что ему наоборот это как-то… Ну, не то, что нравится, это неправильно вообще такое, не должно быть, но он за это точно не штрафует. — Ну, это значит, коллектив живой, в любом случае. Потому что команда не умерла, они живут эмоциями, хотят каждый играть, нам доказывать, то есть это норма. Но за это не штрафуют. — А я другую историю вспомнил тоже сейчас как раз про это. Тогда, когда еще в команде были Асатиани, Иванович и Спахич. В общем, их поставили. Они дружили между собой просто, вот тройка была, обнимаются, дружат, все, то есть не разлей вода. И какое-то упражнение, забегание в тройках, то есть в центре поля. Ну, то есть один пас, другое забегание и как бы достаточно… — Ну, я сейчас понял, больше никто не понял это. — Забегание и третий подает. Ну, нужно пробежать прям достаточно количество метров, чтобы подать. То есть работа такая, приличная. И у них раз, в общем, они дают Малхазу, как говорится, у нас на вырост. То есть он не успевает туда прям раз, второй раз. Он говорит, дай точнее. Ну, там, естественно, мат, перемат был чуть-чуть. И, в общем, они специально… — Я просто жду, когда ты матом скажешь слово. Я по одной. Я запомнил. Он говорит, там был какой-то мат такой, аккуратно разговаривает. И, в общем, они раз, у них не получилось упражнение, то есть они ему дают специально вау туда, чтобы он пробежал эти там 70-80 метров и не подал. То есть, когда они забегают, они друг другу аккуратно давали, и все хорошо получилось. И он им раз сказал, Малхазу эмоциональную очередь, второй раз сказал. И, в общем, он их собрал. Ну, там нужно, конечно, говорить там с матом. Он их собрал за шкирку двоих. — Я просто на этом говорю. — Ну, как грузины говорят, да? — Ну, как грузины говорят, ничего не понятно. Что он сказал? — Я твою... — Ага, вот так, вот так. — Вас обоих. — Ага. — И, в общем, начали они тут, естественно, толкаться. Все, и, естественно, Палыч свистит, все набежали, всех разняли, все. Ну, то есть, друзья, даже друзья близкие. Вот такие бывают истории. Палыч, естественно, всех остудил, там, всем выписал штрафчик, чтобы все в ресторан потом сходили все вместе. И... — Это как? — Ну, как, в кассу отдаешь... — Казна есть у нас. — Один в команде отвечает за штрафы. Ему все, там, если он считает, что нужно штрафовать, он говорит, там, все, 100 евро занеси, заносит. Один человек все считает, склад, склад, склад. В итоге, когда идет какое-то мероприятие командное, эти деньги приносит и в счет там... — Ну, не только командное, там, например, там какие-то проблемы, там, обслуживающийся персонал на базе, например, да, там... — Ну, собрать денежки там кому-то нужно. — Да, сложные ситуации. — То есть, деньги все идут на эти вещи. — А кто бухгалтером вас был? — Ну, чаще всего самый опытный. Ну, чаще всего... Я помню, вот, что за кассу отвечал Вадим Евсеев. И я даже какое-то время отвечал за кассу. — А это как по следствию передается? — Нет, поэтому квартиру тоже в Москве. — Да вот я о чем и спрашиваю, да. — Евсеев неплох-то. — У него просто не забалуешь. Если кто-то задерживал, там отчислялись проценты. То есть, ты уже там не 100 евро, а 200, конечно. Ну, то есть, ты штрафовар. — Подожди, и остается это, или только евсеевская штука была с процентами? — Нет, только его, наверное, штука была. У нас вообще могли сейчас это сказать. «Слышь, отдам, когда захочу». То есть, ну да, поэтому я говорю, что то поколение чуть другое. Там уважали старших, там, ну, вот эти всякие традиции, там, учитывали, там, и чтили, знаешь. А сейчас чуть другое поколение. Молодежь такая сейчас растет, что нужно объяснять чуть по-другому. — Сулейман в тебя не пихнул бы никогда? — Ну, не было случая, наверное, не знаю, но… — То есть, ну, условно, условно. — Ну, у нас были, там, такие моменты, когда я видел, что, там, те же мировички могут, там, ответить, там, знаешь, но я в таком возрасте не смог бы себе позволить, там, допустим, Димону сказать, типа, «Слышь, я сам разберусь, бежать мне или нет». То есть, такого не точно не было. — Колени меняются. — А про массажную комнату, это вообще, все смеются над этим. Но это реально так, я пришел и один раз зашел, так посмотрел, кто там лежит, и ушел, и больше не приходил. Хотя у меня все болело, там тоже, знаешь, хотелось массаж сделать, там, это, но все, я больше не приходил. И когда это сейчас рассказываешь, они говорят, «Чего там?» — Так, ничего, давай расшифровывай, ничего не понятно. — Ну что? — То есть, ты заходишь… — В массажную комнату и смотрю, кто там лежит поименно. Взрослые игроки, опытные, которых я пателизирую, смотрю. — У Ласьков там лежит, да? И все, я вышел, и все. То есть, там, как я приду, скажу, можно я после Ласькова массаж сделал? Для меня это было неприемлемо. — Все очень нормально, ты же восстановишься. — Нет, это ненормально, это для тебя нормально. А так ненормально, это неправильно. — Я не очень понимаю, это, конечно, по понятиям красиво. — Абсолютно, абсолютно правильная история. — Нет, хорошо, есть такой, помнишь, Беляев? — Да. — Он сейчас играет, он же у нас был. — Да. — Его как-то взяли на эту… — Ты помнишь эту историю с Беляевом? — Да, да. — Его взяли на сбор. — Это он такой чудной, если честно. — Ну, нет, он нормальный парень, но такой, как бы, то, что думает, то и говорит. — С прибамбасами, как говорится. — Да. И заходит он в массажик, там лежат, там я был кто-то, это я слышал, прям все ребята опытные лежат, взрослые такие. И он заходит, у нас такой массажист есть, его шаман зовут, короче. Ну, его так кличет, короче, у нас его. И он говорит, шама, икорки тирани забили, знаешь? И ты представляешь, глаза у ребят вот этих старших. И я такой думаю, что он говорит? Я в шоке. Икорки тирани забили, ты понимаешь? Как такое? А ему там вообще было, я не знаю, наверное, 16 лет, что-ли. Вот. То есть это такой момент тонкий здесь. — У меня история была вообще в... Ну, я тогда просто пришел в Спартак вообще сырым, то есть не понимал, что... — Куда-куда? — И, в общем, после какой-то, после какой-то игры, ну, на массаж лег. Ну, я не буду называть имен-то, потому что... — Назови нам букву какую-то. — Да, да, да. — Это интересно, да? — Ну, в общем... — Не фамилия, на какую букву он называл? — Держу, массируюсь спокойненько, все. И заходит тиран уверенный. — Да, и... — Ну, кто, ну, сговоря интересно. — Чуть-то все иксы, да, одни. — Ну, Беляева все прибили, с икоркой теперь не опустила. — Чуть-чуть, Беляева все прибили. — Молодя бесчастный. — Ну, хоккеист. — И он мне говорит, мальчик, до 25 лет, чтобы сюда не заходил вообще на массажный стол. — Да. — Я домассировался и учел это, и понял. — Я не понимаю, если честно, потому что с точки зрения, опять же, понятия какой-нибудь условной дедовщины, может быть, это правильно, но с точки зрения профессионализма тоже, ну, человек готовится. Ну, нет, ладно, действительно, в 16 пришел, на сборах чудит. Ну, во время, там, сезона... — Ну, хрен, знаешь, мы же сейчас... Вот, то же самое возьми, ты говоришь, а армия? Мы же не можем объяснить, почему так происходит в армиях, там, или происходило? — Ну, сейчас погода... — Ну, слушай, ну, сейчас, да, раньше. Мы же тоже, я тоже, там, многие не согласны, но у них есть правила какие-то, и все, ты их должен выполнять. — Ну, это же идет все дело на камно. Я вот, условно, не знаю, там, зайдет Рэшфорд в раздевалку и лежит Видич. — Не, я обещаю. — Он скажет, Видич, то вы... — Скажет, все, вали отсюда. — Не, ну, есть же, конечно, это такие крайности. Мы говорим про крайности, но... Просто другие крайности тоже не должны быть, когда молодой... — Ну, то есть, не может такого быть, что я лежу молодой, там, пришел, там, мне 17 лет, я массируюсь, заходит какой-то опытный игрок, смотри, а у него даже нет места там помассироваться, лежит это... Для них это нет. Значит, ищи время, когда там все спят, когда... Спроси, чтобы все массировались, сначала старше, потом приходи. То есть, вот так надо искать. — А ты вообще так объяснил... Ну, это вообще чистое менторство получается. То есть, ты ведешь человека. Так ты Мирульчукам что-то такое говорил? Вообще, вот из этого состава «Локомотива» кого-то так ввел? — Ну, я их выделю одних из таких людей, которые с пониманием относятся и с уважением ко всем этим традициям. И они очень воспитанные ребята по жизни и по отношению к команде, по отношению к своей работе, по отношению к старшим. Ну, это реально так. Я не издал, что с ними дружу, но это реально. Я это видел. И поэтому вот так мы близко с ними и сошлись. — А они вот, знаешь, когда заходят «вы», «вы» на «вы» или все сразу... — Ну, и было такого, да. Когда там первое время, там очень скромные были, очень. Наоборот, я тогда их подбадривал, что давайте этого, давайте, не тушуйтесь, надо, надо, надо. Вот. И вот, что имеем. Мое воспитание тоже чуть-чуть есть. — Ну, это разумеется, а там речь. — А какая-то доля есть. — Но это не пустые слова про раздевалку. Вот в хоккее это есть, да, очень актуально, но почему-то в футболе нет, но это большое значение имеет абсолютно. Я вот с Димой согласен. То есть, значимость такая, что позволяет молодым игрокам намного быстрее вливаться и проявлять себя с лучших качеств. Это очень важно, но у нас почему-то руководство это как-то неприемлемо. — Расшифруй. То есть, нужен в команде, чтобы был человек, который вставит всех на свои места, пусть даже он не играет в футбол. — Нет, он играет в любом случае. То есть, играть в футбол — это основное. Но и качество, характер они определяют очень много. И у раздевалки нужен такой человек всегда. Если их несколько — еще лучше. У тебя здоровый коллектив. — А ты видишь команды сейчас в российской лиге, которых таких людей нет? — Ну… — Которых нет? — Да. Ну, вот этих людей просто… О чем вы говорите? Таких наставников, которые в раздевалку не ведут за собой. — Ну, мы, наверное, не можем объективно рассуждать, потому что мы не находимся. — Солидарно, но вы же смотрите футбол и понимаете, что никто… — Но «Локомотив» точно одного лишился. — Это понятно. Сейчас к этому будем говорить. — Нет, ну что, если ты к этому ведешь, я тебе говорю, что реально в «Локомотиве», наверное, сейчас, на данном этапе, я не знаю, как могут там иностранцы те же там… — Иностранцы точно не могут. Но ты поймешь, что менталитет другой совершенно. И, например, русский игрок… — Ты расскажи историю с иностранцами, которая у нас тогда была, после чего мы начали дружить с ним на Лиге Европы. Это же было, да, по-моему? Я не помню, с кем мы играли. — Мы играли как-то с Лозанной с кем. — Лозанной. — В общем, первый тайм, смотрю, он идет с Рудолфо, конфликтует прям… — Ну, в общем, зарубились в игре и… — А мне тогда, я говорю, мне там реально, там, лет-то так, я только пришел, там, знаешь, год, я не знаю, сколько я был. Ну и все. Заходим в раздевалку. Тогда было очень много бразильцев, иностранцев очень много было. Русских не так много, но тоже были ребята. Ну и все, они начинают с Рудолфо просто встают там и… — Дорако. — Выше тебя на две главы. — Ну какая разница? — Ну и все, я смотрю, эти подлетаются. И я пододелал. Единственный, кто встал сзади Малой, это я. И мы так немножко тоже получили с ним, так, по щам. — В перерыве? — Да, и потом Палыч зашел всех, раскидал, короче, в разные стороны. Всем сидеть там. Но я просто вспомнил этот момент, потому что это вот тема, касаемая того, что есть там иностранцы, есть русские. И вот тогда единственный, кто встал и тоже получил, я… — А почему так можно потом анализировать? Почему это не встал, это не встал? — Ну, а ты не анализируешь эти вещи. Зачем тебе? — Есть факты, есть как бы мужская история. — Как сыграли? — Я потом сразу же после первого забил гол. Вот это я не помню почему-то. — А ты побежал там Родолфу показывая что-то, я там… — Не-не, мы после игры обнялись и, естественно, конфликт был расчерпан. Но это все на благо команде, просто так сложилось. И команда встряхнулась после этого. Сыграли один на один. — Ну и мы встряхнулись нормально. — Да, встряхнулись нормально. — Слушай, Дима, а девять лет в одном клубе? Ну это же, с одной стороны, это круто, лояльность такая. И это для болельщиков важно, но для самого себя. — Ну, это реально, это больше, чем полжизни, наверное, футбольной вот этой, да, в одном клубе. Но я знал, что в какой-то момент этот период сон настанет. Когда там или лет станет много, или там вот так вот поступит, как сейчас поступили. Поэтому все равно я был к этому готов. Но просто сейчас ситуация немножко по-другому. Если бы я был здоровый и на этой почве там нашел бы себя сразу, и у меня были варианты и предложения. А сейчас ситуация чуть поменялась, поэтому сейчас чуть сложнее. А так 9 лет, прекрасные 9 лет, к локомотиву вообще никаких претензий у меня нет, есть претензии и не до понимания с нынешним руководством, именно с генеральным директором. И все. А к локомотиву, к болельщику, у меня прекрасное отношение с болельщиками. Встретился перед операцией, даже после операции, да, я уже был на костылях. Встретился с ними, собрались, посидели, чай поговорили. То есть прекрасное отношение. И все понимают меня, и все поддерживают. А вот эта фотография с костылем когда-то? А это вот меня недавно спрашивали. Это реально мы с Антохой там на фотографии, с Мироничком. Мы кого-то увидели и типа стреляем. И так попало. Я думаю, е-мое, сейчас еще до этого. Это же кошмар. Ты не видел? Мы стояли, когда медали вручали. И я вот так целюсь. Я не помню, что это болельщик какой-то был на трибуне. Я говорю, давай. И я целюсь. А здесь кикнадзе стоит, конечно. И сфоткали так, что я как будто в него целюсь костылем. Это что, самая громкая фотография? Да, да. Я думал, ты в пинтбол играешь. Нет, нет. Нет? Нет. Ты так все раз боли об этом говоришь, но... Какой болель я вообще с боли? Какой болель? Какой болель я вообще с боли? Какой болель? Ну как? Ничего я не с боли. Ну как? Ты ухожешь из блокоматию. Девять лет. Да. Это же какой-то прощальный матч или не прощальный матч? Как надо? Это не прощальный матч. Мне предложили, там был какой-то разговор, но я понимал, что это делается точно не для меня. И я сказал, не надо, я сам... То есть прощальный матч, но не для тебя? Ну я так понимал, что там руководство хочется, я не знаю, что... Было предложение. Но после этого предложения мне последовала операция. И когда появилась эта грязь, конечно, какой прощальный матч? Какой? О чем вы говорите? Нет. Мне вообще не нужен этот прощальный матч. У меня есть там, игроки с ками общаюсь. Я их обязательно соберу там, когда сейчас вот ситуация выприняется, мяч в жизни, и соберемся и с болельщиками, нет проблем, и Палыч придет там... Ты два месяца не следишь за «Локомотивом», я, честно, не очень помогал. Ну не то, что не слежу. Я так чуть шутку сказал. Конечно, смотрю игры и общаюсь с братьями также, то есть в курсе каких-то событий. Вот. Но не слежу, я там как бы в баковке не нахожусь ежедневно, чтобы рассказать что-то еще интересного. Да. Слушай, а в такой ситуации, ну как, во-первых, ты понимаешь, что ты еще с футболом не попрощался? Нет, конечно. Нет. Что он хочет? Чай перепелся. Да нет, какой чай перепелся? Нет, ну просто как бы... Нет, еще раз сказать. Даже могу больше сказать. Я еще с футболом не попрощался. Ну вот так, а ты как? Нет, в общем, Казанкович еще. Еще назад мне ушелся. Нет, нет, нет. Сейчас, подожди, сейчас уйдем, сейчас вернемся. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать и немножко интриги добавим. И будем дальше на профессиональном уровне. Сейчас ведем переговоры. Сейчас будут и ПМ покупать с ним. Я не очень понимаю. Как? Ты же вроде ушел или вроде не ушел? Куда он ушел? Никуда не ушел. Мы вместе прощально сделаем матч. Мы еще вместе попылим. Сто процентов. Да, сильно. Ну хорошо, а сейчас ты видишь какую-то команду, в которой Дмитрий Тарасов просто необходим? Вижу, локомотив. Ладно, шучу. Нет, я не знаю, реально. Я сейчас вот нахожусь на стадии реабилитации, если серьезно. И вот 20 августа ровно два месяца. После двух месяцев, как мне сказали в клинике, что я могу делать уже беговую работу, начинать и прислать уже к таким более тяжелым тренировкам. Поэтому я жду 20 августа, делаю обследование. Если мне говорят, что все хорошо, я приступаю к тренировкам и уже буду вести непосредственно приговор, потому что я буду понимать, когда я могу уже тренироваться с командой. Я буду иметь понимание. То есть я могу сказать, давайте поговорим с вами, возьмите меня, я через две недели или через пять дней могу приступать к тренировкам с командой. То есть я жду 20 августа, после 20 августа. Надеюсь, не надеюсь, почему надеюсь, я уверен, что будет варианты. Я то есть не гонюсь. Здесь в лиге? Здесь в России или не здесь в России? Я скажу так, что до операции у меня были предложения, я не буду говорить, не в России. Были прям хорошие варианты и я даже не был расстроен. Но не захотели, там руководство так поступило, окей, у меня претензий нет. И у меня были варианты. Но когда я узнал, что операция, конечно, варианты отпали. И мне сейчас нужно просто вернуться в футбол и чтобы мне какая-то команда поверила. Неважно, кто это будет и где это будет команда. Я не боюсь уехать в другой город, не боюсь вообще ничего. Перемен точно не боюсь. Поэтому кто-то меня поверил. Я уверен, что спрос будет прям на 200%. А на тебя? На нас. А вы в связке идёте? Вы в связке идёте? И Денис Казанский. Серьезно, да, вот если погуглим. Ты в топе всегда. Не, ну на Инстаграм это понятно. Я всё топ. Подожди, это понятно, смотри. Я говорю, по новостям, да, вот люди сейчас, я вот смотри. Ну что ты наши грязь. Дмитрий, да подожди, нет, всё будет нормально. Дмитрий Сычёв, Google, да, у новости, смотрим просто. Вот за, да не будь всё нормально. За месяц проведёт тренировку для юных тульских футболистов. Для юных. Прокомментирует юношеский матч Чертанова. Прокомментирую уже больше не ходили. Да, ужас, ты слышал? Нет, он комментирует, что проиграли. Ну смотри, ну скукотища. Ну скукотища. Подожди, смотри, меняем. Дмитрий остался. Поздравляем. Дмитрий Тарасов. Пошло. Да подожди. Я тебя хочешь перечислил? Давай, 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 перечисляй. Давай, давай, давай. Закрыл элементы. Так, подожди, дожди, я нажму. Если не будет в списке, там, пикил. Поехали, давай. Закрыл элементы. Первая новость. Вот серьёзно. Покажи. Вот, пожалуйста. Погасил задолженность. Чё, я всё знаю. Вторая новость. Вторая новость. Вторая новость. Будет судиться с «Локомотив»? Нет. Блин, намекни. Про личную жизнь или футбольную? Про личную. Да. Ну, она такая личная, публичная. Не знаю тогда. Ладно. На! Дмитрий Тарасов пришёл в храм в куртке с оскорбительной надписью. И что? Расскажи. Шквал критики в свой адрес. А я даже об этом не знал. Ну, знаете, в последнее время сначала в Италию, на операцию, гнев общественности. Всё из-за невинной на письме публикации в микроблоге, в Инстаграм. Да. Чёрно-белый кадр, на котором не видно лица спортсмена. Да. Дмитрий подписал следующим образом. Михей, 7-8. Не радуйся ради меня, неприятница моя. Да. Однако пользователи соцсетей возмутились тем, в каком виде Тарасов зашёл в храм. Поклонники обратили внимание на куртку Дмитрия, на которой была непристойная надпись, а именно «Rich S». Да. И? Более того, некоторые фолловеры посоветовали ему подтянуть штаны. Я объясню одну вещь. Если я, заходя в храм, в любой причём, сейчас даже можем эксперимент сделать, зайду в храм и не видишь там человека, который одет так, как нужно, то я могу столько фотографий выложить, когда люди заходят, бухи в храм, обдолбанные в храм. Но человек зашёл в храм, и он пришёл там помолиться, не знаю, попросить что-то. А за счёт фотографий ты можешь размещать что-то? Не важно в каком виде, но потому что у меня были, и я пытался донести какую-то свою, свои мысли и выложил, и в этом ничего такого нет. Я не вижу, а в каком виде, я в шортах один раз захожу, потому что было уже жарко, я иду и понимаю, что в шортах мы некрасивые как говорим, и у бабушки справились. Бабушка, как вы думаете, если я вот зайду, что будет? Она говорит, сынок, хорошо, что ты вообще пришёл сюда. Ты молодец, иди. И вот она меня пропустила, потому что я знаю, что бабушки в храмах очень такие агрессивные были. Это правда. Да, и поэтому я вот спросил сначала, и всё, а в какой раз в каком виде зашёл, я пришёл помолиться. А зачем тогда фотографируешься? Ну мне нужно было донести, вот есть какие-то моменты, когда люди вот не хотят говорить прямо человеку в глаза, они начинают войну какую-то такую вот. Из потешка? Ну да, типа вот, думай кому-то это, что адресовал. Ну типа такого. То есть это послание? Это послание было, да. А знаешь, ещё одна новость, это вообще потрясла меня просто. И причём это написал Пятый канал. Это что такое? Федеральный Пятый канал в Питере вещать. Что? Жена Дмитрия Тарасова надела платье за 890 рублей. Что? Что, что? Ну реально, это Гугл? Гугл, новости, я же ещё Гугл. Дмитрий Тарасов, Гугл за последние фото жены Дмитрия Тарасова в платье раскритиковали в сети. Пока ты на травму, Анастасия Костенко вынуждена экономить, пока спортсмен не работает. Конечно. Пользователи раскритиковали её наряд, купленный в бюджетном сетевом магазине. Фотография на которой ты в Инстаграме. Костенко вместе с Тарасовым маленькой дочерью. Она её так пишет. Правильно. Ну Тарасова. Ну Тарасова, хорошо. Как отметили пользователи, сейчас стоит оно 890 рублей. Вопрос в том, что ты кругом, но не по футбольным причинам. Да. Потому что я забываю паузу. Это нормально? Смотри, какой образ. Да. Потренирует детей. Прокомментирует юношек. В общем, разный образ. Ну все же понимают, откуда у меня образ пошёл. Разумеется. И за тем, что за мной следят пристально, на ком я женился, как у меня сейчас всё хорошо. Они всё следят, куда я иду, в церковь. Я не знаю. Если бы я не сфоткал в церковь, меня бы сфоткали в церковь. Неважно. Поэтому просто это идёт всё оттуда, откуда мы все знаем. Поэтому такое пристальное внимание. И зачастую, не зачастую, а на 90% пишут неправдой. И поэтому это, как все многие думают, влияет на мою репутацию, на моё окружение в футболе. Люди начинают строить какие-то свои мнения обо мне. То есть, что мне не интересен футбол, наверное. Мне интересна вот эта вот вся херня. Но это абсолютно не так. А переубеждать я не хочу. Потому что люди реально то, что ты прочитал, начинают обсуждать. Начинают меня как-то полоскать, что якобы что-то я не могу. Но нас сейчас всё устраивает, у нас всё хорошо. И я не считаю нужным кому-то что-то доказывать и оправдывать. Я сейчас разверну эту тему, потому что очень простая история. Вы приходите подписывать вместе контракт с футбольным клубом в Сочи условным. Почему условным? Ну же вы не из «Зенита». Вот поэтому кто вас там ждёт-то? И руководство смотрит. Слушайте, без соцсетей никуда уже. И они видят репутацию Сычёва. И они думают… Они же не по сходфетям выбирают футболист. Это совершенно верно. Но это тоже учитывается теперь. Ну 100% учиться. И они видят, что… В любом профессиональном клубе нормальный. Я бы не согласился. Нет? Ну если ты какой-то хулиган, ещё что-то, ну да. Но прежде всего тебя выбирают только по игровым качествам. Да ну ты тоже приходишь… Нет, ты мне что-то типа скандальный или не скандальный. Ну ты же сам сказал про это. Ты же сам сказал про то, что вот они думают так, что я вообще не о футболе. Я больше вот в шуме. Но люди-то знающие меня и футбольные люди, которые были с вами в локомотиве, они-то знают всё про… Смотрите, такая не объективная, так мягко скажем, вещь, по которой нельзя осудить человека. И ты просто не видишь на другом конце, кто это, что это говори. Правда – это неправда. Это может кто-то специально делать. То есть это не имеет никакого отношения с настоящим положением дел. И мне кажется, это там полнейший бред оценивать человека по его соцсетям. Потому что уже давно доказано, что это всё не настоящее. А когда ты общаешься с человеком лично и видишь личные дела… Нет, он правильно всё сказал, но не то, что не настоящее. Там непосредственно есть не настоящие люди. А есть люди, абсолютно нормальная, адекватная аудитория, которые общаются, которые что-то узнают, которые… Я вступаю в переписку, которые спрашивают меня про травмы, которые пишут мне, а как вот мне здесь поступить, а помоги мне. То есть я много помогаю. Об этом никто не говорит. Да я не хочу, а зачем? Зачем? Поэтому здесь такая история. Я вообще не знаю, как ты выдерживаешь всё вот этот… Иммунитет. Иммунитет. Конечно. Я просто в один прекрасный момент, это было очень давно, понял, что… Кому что доказывать? Зачем? Пишите. Пишите. Одно время вообще ходили парня, что я голубой. Только по-другому было слово пидораса, я честно говорю. Постоянно начали это писать. И что мне надо было сделать? Скажи мне, представь, вот мое состояние. Я такой думаю, чё? И вот начинает это… И это один написал, какой-то там дурак компьютерный, знаешь, и это люди подхватили и начали ещё статьи на эту тему выпускать. И как мне надо было? И я никак. Я сказал, вот после этого я понял, что… О чём вы, ребята? И всё, я ушёл. И всё, и тема исчезла. Мы как комментаторы часто, знаешь, вот видим, что… В смысле мы как комментаторы? Я ещё не комментатор. Подожди, подожди. Вот вы два черта… Чертанушки, да. Мы как комментаторы. Внимательно следим. Мы как комментаторы. Да. Я сразу так люблю. Считайте ли статью футболистов. Футболист. 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 Развёлся. Футболист женился. У футболиста родился ребёнок. Как вот эти все истории влияют на игру? Это как-то вы заходите и оставляете всё там в раздевалке? Или вы заходите, и условный палыч знает, что у вас свадьба, и поэтому башка где-то в другую. Расскажи какие-то истории-то явно есть. Не, я просто не дослушал твой вопрос. И просто есть прям цитата Рената Саяровича Бильдинова, который постоянно говорил. В общем, ты женился, ты закончил с футболом. Ну, у тебя другие сразу же пошли интересы. Естественно, тебя начинают там пилить ещё что-то. То есть ты думаешь совсем о другом. Когда ты не женат, ты думаешь только о футболе. Женись уже, пожалуйста. У тебя уже лет много у меня. Женись, роди детей, всё. Потом подумаешь уже. Хорошо. То есть ты думаешь только о футболе? В данный момент – да. А Дима, получается, по твоей логике Ирина Саяровича не думает вообще. Ну, у него просто другой характер. Не, я здесь не буду соглашаться. Потому что это очень индивидуальный момент. Кому-то мешает реально, наверное, я не знаю. Ну, ты по себе чувствовал, что тебе… По себе нет. Не смешает. А, например, там вот у тебя расписался, и наоборот у тебя какое-то вдохновение, и ты стал играть. Да, с рождения второй дочки у меня, наоборот, такой прилив всего произошёл. Просто эмоционально. Я прихожу домой, и я вот от всех этих проблем вообще забываю всё сейчас. Например, мне наоборот это вот добавило каких-то эмоций положительных. И добавляет ежедневно, когда я вижу ребёнка и с ним играю. То есть, да. Вот. И вообще дом для меня и семьи – это очень главный момент. Ты должен приходить и должен там отдыхать реально. Тебя не должны там это теребить, там, я не знаю, какие-то проблемы. Должна быть нормальная обстановка, спокойная, дети там положительные, что должно быть. И это было одно из правил моих вот для Насты, например. Вот мы с ней поговорили, мы друг другу понимаем, у нас прекрасное взаимопонимание. Хотя очень тяжело живётся, когда ей также пишут в соцсети, такую грязь про меня там. А у тебя тут невозможно? Что? Из соцсетей. Возможно. Но соцсети – это такая сейчас часть очень важной, наверное, в жизни людей. Коммуникативный канал. Да. Да. Ну и бог с ним, но нет, его нет. Нет. Можно часть жизни сейчас. Подождите, вы открываете вас, там, хейтят жёстко, и у вас портится настроение. Ну какой там? Да, он смотрит, например, у меня есть там свой менеджер, и он написан, его телефон на моём, в Инстаграме. Да, это менеджер, который занимается моей там, я не знаю, личной жизнью вне футбола, да, там всякие, пиар-компании и так далее. И выходят многие люди, которые захотят заключать контракты, смотрят твой аккаунт, что ты интересный, что у тебя люди смотрят. И заключают из-за этого, приглашают на разные программы, приглашают на радио, потому что ты публичный, смотрят на тебя разные контракты предлагают. Так же долгосрочные, я имею в виду, брендовые часы, вот сейчас там вышли какие-то там, хочешь что-то самое, сотрудничество какое-то. То есть много, это так же я скажу, это только я сказал по бизнесу что-то, так же люди, я открываю свой директ и читаю кучу людей с проблемами, которыми я так же помогаю. Не было бы в соцсети, как бы я им помогал. То есть они мне сейчас пишут, там, вот у меня там инвалидный крест, пожалуйста, там, я раз там всё сверил, всё там, раз, купил там, допустим, это было реально в жизни. И так очень много. То есть ты связался с людьми и понял, что это не развод, да? Там же много обмана. Конечно. Нет, много обмана. А как вычислить? Никак не вычислить. Сталкивался с обманом кучей раз и отправлял деньги, которые потом люди, и это на совесть у людей пусть остается. И я к тому, что для чего этот инстаграм нужен мне лично. То есть это не то, что я сел и смотрю, там, так, классная фотка, там, ага, здесь отдыхаю, там, опытная тачка. Нет. Это тоже, ну это уже такую маленькую часть моего времени занимает. То есть в основном это как работа для меня. Я смотрю, общаюсь, там, люди видят, что я сейчас тренируюсь, там, в районном центре, там, реабилитационных. Спрашивают очень много, как ты восстановишь, а что за цены, дорогие цены. То есть идет общение. Раньше, вот в мое время Евдимон, не было такого. То есть, чтобы взять автограф у футболиста или поговорить с ним, это ты должен отстоять, был там в Лужниках, как он мячи подавал там целый день, чтобы кто-то вышел и ты там что-то спросил. А кого ты так ждал? Ну, когда Спартаку подавал мячи в свое время. А кого ждал? Да всех. Ралтитова ждал. А Ленич у всех. И в Спартакском манеже, когда они тренировались, я там просто, я не знаю, там сидел под окнами, чтобы просто посмотреть. А сейчас прямой доступ, у тебя есть футболист, общайся. Ну, это же не футболист. Это же как второе я в соцсетях. Это же не ты. Как ты понимаешь, не я? Ну, это же два разных человека. Причем вторая жизнь у тебя живет в отличие от тебя. В отрыве. Ты же сам говоришь, что там есть настоящее, есть ненастоящее. И в соцсетях... Нет, ну почему? Я не согласен. Ну, потому что он живет уже своей жизнью. На самом деле, опять же, вот человек, который живет в соцсети и в Инстаграме, да, он уже бессмертный. Потому что мы умрем, а соцсети-то никуда не денется, они останутся там. И это уже какая-то другая личность получается? Очень глубоко смотрят. Ну, почему? На самом деле, это так и есть. Ну, а почему второе я не боялся? И вопрос, опять же, в том, что, смотри, с тобой... Ну, зато ты не напишешь в соцсети, я тебе что-то отвечу, ты поймешь, что это не Дима, у меня отвечает. А может, не Дима отвечает? Да? Тем более, что в соцсети иногда ведут другие люди. У тебя ты сам ведешь? Да, я свой сам веду. Хочешь, покажу? А ты? Тоже сам. Потому что есть менеджер, который ведет все это. Нет, я сам. Тоже это надо довериться, там, какие-то коды для чего. Ну, нет. Бред. У тебя были какие-нибудь истории интересные из соцсетей? Да, были. Даже, наверное... В нарды проиграл, по-своему. Как? В онлайне? Играй в нарды, да. Онлайн-нарды? Ну, типа того. Кто проигрывает, тот публично признается, что он лузеры проиграл. Публично это как? У тебя есть инстаграм? Серьезно, я уже не могу рассказать. Есть у меня инстаграм. И как ты его ведешь рассказать? Давай я тебе вопрос поставлю. Да нет, подожди. Я не так. Серьезно, он никому-то не понимает, на чем я издеваю. Я иду как вы. Нет, ну подождите. У меня там немножко тоже для другого все это дело. Ну, для тебя вот для чего? Расскажи. Я тебе вопросу можно позвать? Да, давай, давай, давай. Для чего тебе инстаграм? Расскажи, пожалуйста. Так как для фидбека. Так. Для фидбека, потому что часто после матча люди пишут и говорят, что что-то несешь. Да, кретин. Или наоборот, говорят. И как ты с этим справляешься? Сразу в бан. В бан, да? Немедленно. Ты даже не вступаешь в дискуссию? Серьезно? Конечно нет. А может это конструктивная критика? Нет. Конструктивную я начинаю общаться. Ну, потому что ты видишь, когда тебе пишут. Расскажи, сколько у тебя подписчиков? У тебя не могут тысяч шестнадцать, семнадцать. Нормально. Нормально. А что ты выставляешь? Я просто не подписан. Если они не накручены, то нормально. Не, не накручены. А что ты выставляешь в соцсети? В соцсети выставляешь. А ты можешь сейчас открыть? Просто покажи ему. Мне просто интересно. Давай без проблем. Смотрим. Я просто подписан, поэтому я смотрю. Я не подписан. Ты просто в кокете играешь? Ну да. Да, да. Вот смотри. Давай. Поехали. Вот я Малком выставил. Вот для чего ты? Объясни. Для чего ты выставил Малком? Потому что у меня есть доступ вот сюда. И я понимаю, что огромное количество людей его никогда не видели в жизни. И вот я посмотрю какие ножищи. Ты смотришь на ножищ Малком? Я такую не видел. Потому что там выходят все футболисты Зенита, а там такого нет. Ну хожу дальше. Дальше смотри. Это Ереван. Пивник Вулверхэмптон. 4-0. И что это? Это Ереванская команда? Да. Хорошая? Ну как тебе сказать хорошая? Нормально играли? Я просто не смотрел. Нет, там 4-0 там вообще шансов. Нужен Вулвер другая тема. Вот мы в Ереване пошли с Нобелем. Вот джазовый клуб. Очень красиво. Ливон Малхасян. Это я намекаю, что ребята, если приезжаете в Ереван, то обязательно сходите и послушайте джаз. Очень круто. Понял. Вот мы с пловцом пошли. Видишь, это знаменитый парень, который только что выиграл чемпионат мира. Это же просто зверь. А ты можешь удалить сейчас Инстаграм? Нет. Почему? Ну это же ты второй, ты там. Совершенно верно. Совершенно верно. Не, подожди. Но тут вопрос не в этом. Вопрос в том, что тебя там мочит в соцсетях. Ты говоришь о том, что это влияет на твое настроение. На мое настроение? Я такого не говорил. Как я сказал? У меня иммунитет. Он вообще не влияет. Я даже не читаю комментарии. Я удивляюсь тоже. Я бы с ума сошел, если бы ему... Я бы с ума сошел. Я бы прочитал его комментарии один раз. Представь, если бы я реагировал на это, я бы уже не жил. Если бы я на это замарали, я бы уже запрыгнул с окна. Представь. Ну вот. А я живу и радуюсь жизнью. Мне еще поливать. Вот Димон, он мне тоже задал пару раз. Димон там все хорошо. Он там на льду. Он там вся-вся. В каком он дзене находится. Я не понимаю. Я вот так просто сажусь и все, и мне пофигу, что происходит. Я вообще не понимаю. А сейчас вообще мне пофигу. Ну, наливай. Дай нам пятерку лучших игроков, с которыми ты когда-нибудь пересекался. Пятерку лучших игроков? Да, по позициям. С вратаря, по защитника, полу нападающего. Пятерку лучших. Пятерку? А почему пятерку тогда? Ну, как так правило. Наверное, хочешь больше. Давай вообще команду составим. Ну, команда кто-то обидится. И много игроков хороших. Реально. Ну, не девочки что обидятся? Это твое мнение. А что? Ну, не, никто что обидится. Просто я бы там не мог разделить кого-то там. Ну, поехали. Вратарь. Вратарь. Ну, я не играл. Ну, от Овчинников, наверное. Овчинников. Ну, он реально мне просто нравится. Вот по амбициям нравится, что он хороший вратарь. Плюс, Нигма Тулин мне нравился в те времена очень сильно, как бы голкипер. Вот. Кто дальше? Нападающий? Ну, защитник. Давай нападающий. Давай нападающий. Все так идут, а я пойду с другой стороны. Без проблем. Это мое второе я сейчас открыл. Без проблем. Не, ну, Димон, конечно. Да, но скукота. Что, Сычев? Сычев сразу, да? 100% Сычев. Нападающий Сычев. Почему? Объясню. Работоспособность. Неважно, получается у него. Не получается, он будет за команду играть, стараться и бороться. Это качество, которое у него не отняет. Вот. Потому что я сам играл и знаю, и на тренировках тоже самое. Поэтому в нем можно быть уверенным, что мы выйдем и нас не будет уже там 9 или 10 на поле. У нас Димон будет отрабатывать и помогать всем. Вот. Это хорошее качество. Потом... Говори, говори, говори. Ну, кайфует. Я переговорил, Ван, это зря. Не, ну, это не знал, что он здесь сидит. Просто так есть. Потом, какого еще? Кого еще? Что? Ну, Диара, по-любому я в этот список включу. Диара? Ну, конечно. Ну, пусть так даже. Его как не включить. Я с ним играл. Это профессионал и большой мастер просто. Значит, сразу наливает как? Я делил. Сразу что-то добавил. Шишек каких-то еще. Вот. Так, что у нас? Защита. Защита. Так всего два пока. Ну, три. Таня, давай пятерку совсем куда? Ну да, три. Тебя назвал. Овченик в воротах. Овченик в воротах. Овченик в воротах. Ну, ты поиграл с крутыми футболистами. Мне кажется, должно быть больше. Нет? Ну, с какими крутыми? Что ты говоришь? Что же? Я крутых назвал сейчас. Подожди в Томске. В Томске? Ну, а что? Смеешь в Томске. Климов Валера. Конечно. Да, но это тоже… Это твой путь, твои как бы… Это легенда вообще для меня. Он, во-первых, по человеческим качествам очень крутой. Я с ним до сих пор дружу с ними. Как игрок, у него своеобразная ботка, своеобразная там такая. Но он, если брал мяч, у него не отнять, у него ноги здоровые, бежал как слон. Вот. То есть его точно включу сюда тоже. Так. Ну, нынешнее поколение не буду брать, наверное. Возьму чуть-то с кем я отыграл. Из защитников, защитников. Баша мне нравился защитник. Помнишь, да? Марк Баша? Такой спокойный центральный защитник вообще просто. Вот он, знаешь, как будто это… Как называют людей, которые… Ничего… Флегматы это кто? Флегматы? Да, вот такой, который… Все равно. Вот он выходит на дерби. Там все что-то… Он просто… Он спокойненький. Я так принял, отдал, отобрал. То есть вот это… Это очень крутое качество для игрока. Это, наверное, ему очень помогает. Потому что некоторые прям, ну, чувствуют нервозык. Вот его отмечу. Так, кто еще? Защитник. Янбая отмечу. Янбая. А, Димон, помнишь янбая? Что он? Ну, у него здоровье, реально. Он бежит и бежит. Электричка. Я не знаю. Он может пробежать, потом один посидеть и еще столько уже отбегать. То есть у него были там безусловно с техникой проблемы. Он это знает. Но он за счет других своих качеств играл. Играл и… Но человек выдающийся физической готовности. Ну, реально. Вот именно если брать физическую его готовность, это нереальный человек просто. Вот пуск ушел, пришел, не тренировался, ничего не делал. Форму набрал быстрее всех. То есть это вот природа ему дала. Я иногда, ну, прям по-хорошему завидую этому качеству. Я еще одну новость нашел крутейшую. Опять про меня? Только вышло? Нет. Смотри. Про Сычева. Амич Дмитрий Сычев засветился в компании известного футболиста. Ну, не знаю. Издание Супер Омск. Омск футболист Сычев засветился в инстаграме своего одноклубника Тарасова. И вы тут с рыбой. Подожди. Это, по-моему, здесь же. Даже вот эта рыба? Да. Да, это здесь. Именно. Да, точно. Это вот в этой чайной. А что, что за рыбу, расскажите? Ой, я думаю, раз это я буду делать. Просто сейчас мы, получается, расскажем про нее. Очень много секретов. Все будут в очередь стоять, чтобы ее потерять. Именно она одна? Она одна, конечно, на всем белом свете. Она уже настолько затертая, посмотрите, что превратилась просто в белое золото. Подожди. Ты там что-то расписал же? Нет. А, в хорошей компании попили чай. Мы в секте. Это вообще никто ничего не говорил. Это берут из наших соцсетей. Ты такой же человек. Я вот гуглю. Вот просто. Мы в секте. Смотри, ты с вами сейчас не встречаешься. Ты сидишь, смотришь. Угу. Дебилы, блин, скажешь, да? Понимаешь? Ну, там грубо говоря. Так вот много людей. А тут пишут, я вообще не понимаю откуда это вот. Я не знаю откуда. Это супер Омск, между прочим. Не, есть супер Омск. Газмяс? У нас просто СМИ очень суровые, поэтому. Да. Так про рыбу вы не расскажете? Что за рыба? Что это такое? Я бы рассказал, я не знаю. Это он может рассказать. Это денежная рыба, которую все трут на удачу и на финансовое благополучие. Все, все это кто? Все, кто приходят в нашу чайную. Ты тоже? Я не буду говорить тверо или нет. Ну, мы в секте все понятно. Я настолько... Ну, поперло хоть расскажи? Поперло. Были такие случаи, что вот даже... Я знаю, я тебе говорю, элементы отдал. Ты только потер ее, тебе через 15 минут приходит смс-ка зарплаты, хотя через два дня только зарплата. Давай, давай. У меня зарплата еще не скоро не хочет. Только надо ее... А какой у нее есть? К себе. Вот так? Да. И целую ее. Спокойно. То есть против чешуи? Скажи мне на руку, пусть на глади. Кто здесь еще был? Кто вместе с вами тер? Мирнички терли. Перед сезоном? Нет, перед двумя играми сейчас. Домашние, с крыльями и с крыльями на выезде. Сейчас Павлович услышит с каждым сюда. Сюда рыбу. Да, все. Сюда рыба, блин, действительно. Ну, а это ничтово, да, лягушки всякие? Нет. Рабочая история, только вот... Только рыба. Помните, смс-ка пришла с убермака? Только потер, нет? Пока нет. Я уже сказал 20 минут. Ну, это аминь. Серьезная такая история. Конечно, это все метафизика, да? Ого. Слушай, сейчас я буду... Вот ты про меня. Тут второе я, тут метафизик уже нарисовал. Я сейчас буду, Димон, ты так это не бросай словами. Или ты чай тоже чуть перепил? Так, я, наверное, все. Ты все? Ну, я все уже, конечно. Дальше будет очень сложно работать. А ведь надо еще немножко работать. Не, наоборот, наоборот, сложно в каком плане? У тебя откроется твое второе я. Подожди, это в соцсетях она живет. Какие здесь сторис выставляют? Не, серьезно. Он очень позитивно работает в плане того, что ты будешь открыт, тебе очень захочется поговорить со всеми и будет энергией из тебя просто плескать. Поэтому... Я сейчас уже заметил. Да? Плечется? Конечно, плечется, говорить хочешь. Да, да, да. Просто когда потом дашь нам фидбэк, да, что как ты провел вечер... Я пойду, мне сейчас два эфира, между прочим, да, как-то надо под фидбэк часы. Пройдет просто на одном дыхании. Обещаю. Фидбэк что такое? Объясни мне. А? Фидбэк что такое? Это... Обратная связь. Обратная связь. Спасибо. Понял. Это то, что ты не читаешь? Да, да. На что я не реагирую? Друзья, у меня для вас конкурс, в котором я хочу разыграть свой любимый чай, который называется Шусянь, что в переводе с китайского означает дух воды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, как вам первый выпуск. Я выберу победителя. Теперь дело, сколько, когда? Скупите дела, спасибо schools, 천부 Степời. Скоро увидимся. Пока. Сычок подкаст. Фондю любит тебя. Сычок подкаст и показывать всё! И Денис Казанский. , , , . . . .